Поставили замок, закрыли на ключ, мы отсюда проходили на поле. Это спортивная площадка 114-й школы. В середине лета территорию учебного заведения оградили забором по программе безопасности школ. Доступ к футбольному полю оказался закрыт. Канану Шамилову 23 года, с 8 лет занимался хоккеем. Но в 2018-м попал в ДТП и о профессиональной карьере пришлось забыть. С тех пор друзьями участвуют в любительских турнирах. Говорит, пробовал договориться с руководством школы о тренировках на их территории, но ему отказали. Я им сказал, что я предоставлю список тех игроков, которые будут играть. И за каждого я готов отвечать головой. В дворовой команде 15 ребят от 16 до 23 лет. Несмотря на отсутствие условий для тренировок, все равно продолжает участвовать в любительских турнирах. Сейчас мы с ребятами там заявляемся в турнир, играем, своим составом развиваемся. Любительский турнир. В КФЛЧ есть такой мини-турнир 5 на 5. Сейчас мы сюда не можем все-таки ходить уж, потому что так как все закрыто. Ну, зато рядом есть хоккейная коробка. Туда нас спускают. Мы обратились в Министерство образования с вопросом, почему дворовым спортивным командам нельзя играть на школьных площадках. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации номер 273 установил, что образовательная организация имеет право утвердить положение о пропускном режиме на территории своего образовательного учреждения. Теоретически попасть на спортплощадку при школах возможно, если администрация пойдет навстречу. Но будет ли директор брать на себя ответственность? Ответ очевиден. Министерство спорта послало спортсменов играть в парках, на открытых площадках со свободным доступом. Мэрия – ближайший спорткомплекс «Бустан». Миномолодежи вовсе молчит. Ну, «Бустан» платный. Я, конечно, не знаю, какая сумма, но каждый раз платить тоже как-то. И как бы закрытая площадка, а здесь свежий воздух. На открытом воздухе как-то поприятнее играть. И даже вот ливень бьет, и нам это приятно. То есть играть хочется больше всего на улице. Мы решили проверить, насколько по адресу отправили ребят. Позвонили в спорткомплекс «Бустан». Он самый ближайший к школе. Спросили, можно ли у них заниматься. Например, у меня есть время во вторник 21.0022.30. Можно час, можно полтора. Но, как оказалось, это будет платно и совсем недешево. Один час игры стоит 3700 рублей. У вас же комплекс как от универсиады построенный. У нас не от универсиады комплекс, у нас комплекс от университета. Спортивный комплекс «Бустан» был построен перед универсиадой 2013. Затем передан Казанскому федеральному университету. С условием предоставлять свободный доступ для занятия спортом всем желающим. Однако на безвозмездной основе предоставлять площадку нам отказались. Иван Сарафанов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Иван Сарафанов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.